привет с вами настя как вы думаете что иностранцы дарят своим гостям и друзьям при застольях никогда не угадайте это камни разрисованные камни и гости приятно удивлены такому подарку даже очень рады этот вид подарка сейчас очень популярный на сайте etsy ну и поэтому я вам предлагаю попробовать этот опыт повторить и чтобы не быть голословно я хочу вам показать данные товары на сайте etsy вводим вот это слова сочетания и смотрим что нам выдает поисковик смотрите какое разнообразие камушек все они очень красивые и стоимость их достаточно высокая также товар имеет кучу положительных отзывов могу предположить что иностранцы выбирают такой вид подарка из-за того что у них в тренде экологический образ жизни а камень это как бы часть экологии часть природы плюс такой завораживающий красивый рисунок никого не может оставить равнодушным а на этом камушке уже не мандала а знак зодиака смотрится вполне уместно смотря на стоимость посмотрите сколько положительных отзывов и много много звезд перед началом работы заходим в google вбиваем это словосочетание и смотрим примеры здесь огромное количество примеров разнообразные орнаменты цветовые сочетания выбирайте по своему вкусу что вам больше понравится после того как вы сделали данную подделку что же делать с камнем можно выставить его на продажу на сайте etsy можно выставить его на ярмарке мастеров ну про авито и юлу я вообще молчу если вы делали для себя то можете поставить его в свой сад либо во флорариум там где живут суккуленты кактусы так далее будет очень прикольно смотреться красиво и разнообразно мне вот очень понравился данный рисунок кстати а теперь отправляемся на поиски самого камня я искала максимально круглый плоский и в итоге я унесла домой целый рюкзак с камнями сейчас я нарисую схему мандалы которую мы перенесем на камень представим что это окружность камень по центру рисуем небольшой круг на верхней точке проводим еще один круг и на пересечении этих двух кругов чертим еще один и на каждом пересечении мы добавляем новый круг таким образом у нас получится лепестки посередине и теперь все эти действия повторяем на камне но перед началом работы необходимо камни помыть с мыльным раствором и высушить затем перекрыть клеем пва это будет грунтовочный слой опять просушиваем камни затем берем черную акриловую краску и кисточкой перекрываем верхнюю сторону камня я попробовала закрасить камень и губкой для посуды но тогда поверхность будет неровной и циркуль не сможет прочертить схему мандалы оставляем черную краску просохнуть и после этого мы берем циркуль и чертим нашу схему далее я беру белый контур по стеклу и керамике и начиная точками обводить нашу схему ничего страшного если у вас нет такого контура можно воспользоваться обычной белой акриловой краской не нужно торопиться при процессе проставления белых точек так как от этого зависит результат в целом если из-за спешки вы выйдете за границу схемы то рисунок не получится таким ровным и симметричным но вы можете набрать несколько камней потренироваться ставить ровные точки и понять в каком положении удобно работать именно вам на втором камне у вас начнется более отлаженная работа и вы будете чувствовать себя более уверенным за кадром я тоже потренировалась на двух камнях отработала силу нажатия на тюбик и работу с дотсами так как я тоже в первый раз рисовала такой вид декора и на этом камне который вы сейчас видите работа у меня уже пошла как по маслу все потому что я тут потренировалась тренировочные камни я тоже покажу в конце видео чтобы увидели разницу и поняли что сверх людей не существует и любой хороший результат достигается практикой и тренировкой поэтому пробуйте и не бойтесь конечном итоге вы достигнете результата которые вам понравится я достала дотсы это такие палочки у которых металлические шары на концах разного диаметра и акриловыми красками ставлю цветные точки внутри мандалы берем тюбик с краской выдавливаем его на палитру и сначала ставим им большие точки в центре лепестков а потом уже доставляем маленькие точечки по бокам лепестков я советую начинать с более светлых оттенков в центре плавно переходя к более темным по бокам создавая эффект градиента по поводу сочетания оттенков вам помогут законы цветового круга существует несколько способов сочетания цветов вы сможете выбрать подходящий под вашу задумку я обязательно сниму следующий ролик на тему цветового круга и как им пользоваться если вы новичок обязательно обращайтесь к нему и желательно заранее выбрать оттенки с которыми вы будете работать и убедиться что они сочетаются друг с другом так как этот вид работы очень кропотливый и не быстрый вы должны заранее исключить факторы которые могут испортить вашу работу акрил быстро сохнет поэтому все ваши движения должны быть рассчитаны и вам должно быть удобно работать заранее положите на стол те тюбики с красками которые вам понадобятся набор дотсов тряпочку или салфетку воду в баночке все должно быть под рукой чтобы у вас не было суматохи и вечных поисков какого-либо еще инструмента или краски тогда процесс вашей работы пройдет максимально продуктивно и результативно на данный момент я работаю с тремя цветами лимонной краской желтой и оранжевой эти цвета являются аналоговыми то есть они не контрастируют сначала я ставлю точки чистым цветом из тюбика затем я домешиваю белила и проставляю их рядом с насыщенными оттенками таким образом мы заполняем центр мандал разными по насыщенности и аналоговыми по оттенку цветами а теперь я взяла синий цвет он является комплементарным оттенком по отношению к желтому и оранжевому по правилам цветового круга комплементарные цвета стоят друг напротив друга а это означает что они хорошо контрастируют и главное сочетается друг с другом например оранжевый является комплементарным синему а желтый комплементарен фиолетовому поэтому следующий цвет я взяла именно фиолетовый и мой последний цвет розовый он является аналоговым синему и фиолетовому поэтому также отлично вписывается в нашу мандулу с этим камнем я закончила мне не хочется больше ничего добавлять поэтому перехожу к следующей задумке на маленьком камне я решила повторить свою картину солнце для этого я наношу и разравнивают текстурную пасту по поверхности камня затем беру зубочистку и расчерчиваю лучи от центра к краю и оставляю просохнуть берем золотую акриловую краску и перекрываем камень также оставляем на просушку далее наносим клей для потали оставляем просохнуть как указано в инструкции на 40 минут через это время берем поталь приклеиваем к камню разравниваем и сметаем ненужные кусочки осталось его покрыть шелочным лаком и все наш золотой солнечный камень готов он прикольно будет смотреться во флорариуме прям будет привлекать к себе внимание сейчас я покажу результат своей работы это первый камень на котором я тренировалась и отрабатывала технику рисования точками мне кажется разница между двумя большими камнями очевидно на этом маленьком камне я просто проставляла ряды точками от светлого к темному и вот мой яркий фаворит и наконец золотой малыш обязательно пристрою его во флорариум так как он будет блистать хорошо отражать солнечные лучи и притягивать взгляд в течение дня посмотрите как красиво камни смотрятся на открытом пространстве и подсолнечным светом я специально принесла их на пляж чтобы они хорошо выделялись на контрасте с обычными не модифицированными камнями а вам я желаю творческих успехов подписывайтесь на канал ставьте палец вверх и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео